При производстве видео нас всегда должны беспокоить две вещи – картинка и звук. Вот посмотрите, что в этом кадре не так? Картинка трясется, ракурс не самый удачный, все темно и не чувствуется глубина. Что делать с тряской? Конечно, сейчас почти у каждого телефона есть сносная стабилизация, но лучше не испытывать судьбу и сделать все профессионально. Такой штатив продается в ДНС за полторы тысячи рублей. Вы можете попробовать поискать более бюджетную версию. Если вы собираетесь снимать на телефон, то убедитесь, что взяли держалку для телефона. Если бюджета ну совсем нет, то на крайний случай всегда можно соорудить держалку из коробок, книг и всего, что в принципе найдете. Итак, мы выровняли картинку, выбрали ракурс на уровне глаз. Теперь возникла другая проблема – в кадре много лишнего. Важно помнить, что вы сами решаете, что показывать зрителю, а что нет. Кадрируем изображение по правилу третей. Поэтому правилу объекты в кадре лучше располагать в точках пересечения условных линий. Если вы, конечно, не Стэнли Кубрик или Уэс Андерсон. Дальше самое важное. По возможности ищите всегда самые освещенные места. Чем больше света, тем качественнее будет смотреться картинка. В местах, где солнце сильно освещает с одной стороны, можно использовать отражатель. Это может быть лист бумаги, пенопласта, даже спина друга в белой футболке. Да что угодно. Главное, чтобы поверхность была широкая и умела отражать свет. По поводу глубины. Оставляйте за главным объектом как можно больше пространства. И желательно подсветите его, чтобы отделить говорящего от фона так, чтобы даже не было вопросов, на что нужно смотреть. Теперь советы по записи звука. Итак, вариант номер один. Обычная комната. Как слышите, есть эхо. Я говорю достаточно громко. Пишем на обычный диктофон на телефоне, не используя никаких дополнительных условий. Итак, вариант номер два. Мы переехали в комнату поменьше. Соответственно, для звука она намного лучше. Но учтите, что в таких комнатах могут быть звукоотражающие предметы, например, дерево, кафель и прочее. Стараемся их избегать. Таким образом, воспользуемся способом Билли Айлиш или Сын Дука, то есть обложимся подушками. Мы нашли такие, но в принципе подойдут любые другие подушки, либо материал схожий с подушками. А если вы подключите петличку, то у вас вообще получится домашняя студия. Петлички недорогие, стоят от 250 рублей и заканчивая бесконечностью. Но нам зачем дорогие? Возьмем бюджетные. Если после записи остались огрехи, которые надо решить, записывайте. Шумодав или Денойз. Удаление щелчков или Декликер. Эквалайзер или Экью. Как по работе с этими инструментами, так и по работе в целом с программами, YouTube вам в помощь. И в завершение по программам. Есть Movavi Video Editor. В нем все интуитивно просто, но если хотите покреативить, то в нем маловато возможностей. Есть Sony Vegas, который тоже в целом приятный, но косит под ребят покруче. Каких? Ну, конечно же, Adobe. Весь пакет Adobe состоит из самых полезных программ. Нам для начала нужны всего две. Photoshop и Premiere Pro. В Photoshop проще и быстрее работать с картинками и текстом, чтобы потом все это импортировать в проект Premiere. Также советую поставить Movavi Converter. Рано или поздно пригодится.